нынешнюю власть я воспринимаю исключительно как такую банду отморозков в кемерово чтобы провести обыск журналиста моец образ залез квартиру через балкон скажи мне ты допускаешь для себя принципе возможность если ситуация еще ухудшится до допускаешь возможность уехать черту и пусть они разбираются сами с этим шерегешем пусть они его либо додушивают либо делают там курортом номер один мирового уровня конечно может быть конечно то есть нет ни одного человека который бы под влиянием радикально изменившихся обстоятельств не принял какие-то решения которые на текущий момент он не рассматривает для себя приемлемыми то есть это возможно но я считаю что создавать тот же самый курорт номер один грубо говоря переступая через мой труп и в основе своей рассматривать возможность развить курорт только уничтожив меня грубо говоря как какое-то некое искусственно созданное препятствие но это самоубийственно для нынешней власти это глупо это неразумно это бессмысленно я чувствую за собой абсолютно стопроцентную правоту а действия противников я предсказать не берусь это на их совести на их решение как они себя поведут такой идеале немножко нет ну может быть я не знаю я не вижу причин почему бы человеку не быть в чем-то идеалистом потому что быть прагматиком во всем это означает быть человеком который подстраивается под ситуацию и прогибается под изменившиеся условия то есть я на такое не готов я готов искать какие-то компромиссы искать точки соприкосновения искать возможности конструктивного сотрудничества но я не готов поступить со своими морально-нравственными принципами это для меня неприемлемо ему кажется что господин цивилев ведет себя в своей парадигме вполне правильно сушу об игоря соборевского нет в 1995 1996 годах цивилев возглавил службу безопасности в филиале банка аэрофлот организация была центром бизнес-империи владимира сипачева но в 1997 обанкротилась после этого сипачев вместе с германом стерлиговым создал православную партию россии широкую известность получил конфликт с олигархом владимиром гусинским тот даже написал заявление в котором обвинил сипачева в подготовке своего убийства 21 марта 2018 года сипачев был задержан в москве в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере в 1997 году сергей цивилев открывает свою первую фирму нортек у юридической компании нортек было три учредителя братья сергей и валерий цивилевы а также некий игорь соболевский многочисленных наблюдателей которые заботились биографии сергея цивилева после его назначения в кемерово больше всего заинтересовала не рутинная деятельность самого нортека а данные третьего учредителя игоря борисовича соболевского в партнеры цивилева достался никто-нибудь а однокурсник по юрфаку будущего председателя ска александра бастрыкина а также президента россии владимира путина соболевский в 2008 году стал замглавы следственного комитета при прокуратуре в том же году произошел межведомственный скандал когда у дома соболевского сотрудники службы собственной безопасности задержали оперативников из наружного наблюдения дело чуть было не дошло до спецназа соболевский ушел из следственного комитета на фоне еще одного скандала когда по всей испании шли аресты по делу о русской мафии а в материалах испанского следствия упоминалась связь тамбовских соболевским в 2007 году была создана компания лен-экспо инвест и цивилеву снова несказанно повезло с партнерами учредителями выступали шесть человек среди них был сам сергей цивилев и еще один однокурсник президента виктор хмарин другая компания хмарина имела небольшую долю в птк вице-президентом который в свое время был ночной губернатор владимир кумарин российский криминальный авторитет лидер так называемой тамбовской организованной преступной группировки из санкт-петербурга и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА